В Казахстане подорожало молоко. За год цены выросли сразу на 22%. Следом растет стоимость сливочного масла, сыра и творога. Чиновники из Алматы пытаются сдерживать цены при помощи стабилизационного фонда, но бизнесмены уверены, льготные займы для крупных сетей проблему не решат. Предприниматели просят поддержать отечественного производителя. Они заявляют, если не заняться субсидированием готовой продукции, молочные заводы рискуют закрыться. Наш корреспондент Бахан Куликасова разбиралась в теме и выслушала все стороны. 28,5 тысяч сообщает Energy Prom. При этом молоко в Казахстане растет в цене. За год оно подорожало сразу на 22%. За последние полугодия рост составил 17%. Это как по цепочке начала меняться стоимость всей молочной продукции. Главным образом это сливочное масло и сыр. Производители объясняют, стоимость молока изменилась из-за подорожания упаковочных материалов, которые привозят из России. А в Казахстане не дешевеют коммунальные услуги. Дорожает, во-первых, упаковка. Если брать, например, январь месяц 2022 года и брать, например, сегодняшний день, то упаковка, допустим, на молоко, финпак, поднялась на 135%. Если брать, допустим, упаковку сметаны, поднялась более чем на 100%. Соответственно, там получается с 2021 года по 2022 год у нас электроэнергия пар, получается, вода поднялась вся, где-то примерно процентов на 20%. Чиновники пытаются сдержать цены на молоко за счет стабилизационного фонда. На него из бюджета выделили 15 миллиардов тенге. Таким образом, стоимость социально значимых товаров контролируют в крупных супермаркетах. На сегодняшний день, в настоящее время, у нас за последние два месяца цена на молоко остается стабильной, без изменений, роста не наблюдается. Фиксация цен и стабилизация цен на молоко ведется за счет механизмов оборотного займа. То есть в текущем году с 11 до 15 было увеличено на 4 миллиарда. Все эти займы, которые выдаются тем же производителям, либо сетям, они все возвратные и возвращаются в ликвидный, то есть в установленный период. Но предприниматели уверены, этого недостаточно. Бизнесмены просят поддержать отечественного производителя, иначе заводы рискуют закрыться. Казахстан же от России зависит по сырью. Если мы, допустим, закупали бы упаковку здесь у нас, то наши производители, казахстанские производители упаковки, сырье берут тоже в России. Поэтому все это связано в любом случае. Может быть нужна помощь казахстанским производителям. Мы трубим об этом уже, я не знаю, три года. Мы просим дать нам субсидии на готовую продукцию. Потому что если государство сдерживает наши цены, тогда для того, чтобы мы не закрылись, нам же надо помогать. Речь идет о субсидировании уже готовой продукции, говорят бизнесмены. Сейчас те ставки, которые установлены, они не вполне устраивают молочную отрасль. И не всегда вовремя выдаются, что еще является большой проблемой. Сейчас Минсельхоз подошел с новой программой субсидирования сельского хозяйства. У нас у молочников есть надежда на то, что наши пожелания, просьбы будут услышаны. И Минсельхоз услышит и изменит условия субсидирования. Эксперты заявляют, объемы финансирования молочной отрасли в нашей стране отстают от российских и белорусских. Производители просят увеличить выплаты от государства.